Мне как-то она сама, вот эта тематика складывается, складывается. В июне сад требует особого внимания. Это не я пишу, я бы себе это, руки бы обрубил. Необходимо подкормить плодовые деревья кустарники. Ну, кормите. Если бы узнали пределы кормления, я бы еще понял. Провести несколько обильных поливов. Обильный полив в наше время, когда поливают в основном уже не ведрами. Помните, когда-то было 2 ведра, 3 ведра, 10 ведр. Да, 10 ведр. Ну, это всего лишь 100 литров. Ладно. Но, когда берут насос, включают его, кидают шланг под дерево и ушел и забыл. Полил обильных. Там происходит катастрофа, настоящая катастрофа. Слово обильных надо запретить навсегда, как одно из самых подлых слов. Именно слово подлых. Так же, как есть понятие, не только по это самое, полив, есть понятие, как называется, отливание, отливание. Это значит ильем, ильем, и дерево, которое умирает, возродится. Только добить можно. Вот это слово одно из самых подлых. Я говорю, мне нет времени, меня бы кто бы взял на зарплату. Я бы тогда сел бы, нормально бы составил этот самый кунсткамеру, чтобы уже навсегда вбить голову детям, школьникам, студентам. Вот, вот, чтобы вот это никому в голову не пришло. Надо писать осторожных, аккуратных. А там уже расшифровать слово осторожных и аккуратных. И сформировать крону. В июне подлость невероятная вот эта вот. Закончился, я ее цитирую. Сам себя уже сколько раз повторяю. Но я не могу пройти мимо. Мне брат мой, Железов Юрий, присылает эти самые ссылки. Я их открываю, и меня сразу начинает трясти. Я выбрал вот это вот. Я потом еще страшнее выберу, покажу. И так сформировать крону в июне. Есть весна, есть сокодвижение. В это время, после страшной зимы, после мороза, после снегопада, после всего, идет ремонт дерева. Это недолго, две-три недели. Ремонт закончен, сокодвижение закончится и начинается развитие. Разошлись эти самые, пошли победы. В июне начинает формировать крону. Как формировать, уже все знают. Отрезать нижние скелетные ветки. Осветлить, то есть все на ран, на ран. Не увязать. Раны, особенно раны, самое страшное, это скелетное и на кольцо. Скелетное, отрезать скелетные ветки и на кольцо. А так и полагается у них, у этих садистов. Или как их, новое слово, лесорубов. И вот будущих лесорубов. И вот получается так, что не увязать, что с каждой раны снижается морозостойкость и иммунитет. Вот это не понять. Но в июне-то уже апрель, май прошел. Может, еще пол-июня прошло. Когда же она зарастет-то теперь? Осенью есть небольшое сокодвижение. Подготовка к зиме. Но вы же учите. Вот такие раны, я покажу вам ниже. Вот это вот подлещие. Вот просто так. Надо, чтобы статья была. Надо, чтобы лайки были и прочее пакость. Возле весна, просто идти возле дерева. Это я пишу. Раны не лечатся. Те самые волчки. И что удивительно, каждый раз отрезают ветки, появляются волчки. Почему? Потому что надо обязательно эту рану затянуть. Передо мной сотни, перед моими глазами сотни, тысячи уже фотографий. Уже все. Соседи у них сожжали сады. Я махнул рукой. Они со мной не считаются. Я хожу, фотографирую, матерюсь. Все. И так шире, шире. Константинович сад прогибает. Помните, я рассказывал. Три сада, около 50 деревьев, намазанных. Эти самые. Клеилором. То, что против тараканов. Какая-то подлая вещь, подлый человек. Научил штамм размазать. Там было написано. Или прямо на крону. А кто будет? Написано прямо на крону. Ой, прямо на штамм. И вот я вижу перед глазами около 50-ти в середине лета деревьев с желтыми листами. Фотографии я уже показывал. Вот это страшная вещь. Вот это все работает против нас. А я не могу промолчать еще раз. Увидел в июне. Все, у меня шерсть зима. А вдруг среди нас еще трое узнают. А эти трое расскажут каждой троим. Знаете, как дерево растет? Одну ветку отрежешь, а ниже несколько почек оставляешь. Три-четыре. Эти отрежешь, три-четыре, еще три-четыре. И так мы делаем дерево, пусть уже искалеченным, но мы его делаем маточным. Мы развиваем по все стороны свои материалы, то есть расходятся. Дерево погибло, а у него уже сотни детей. За счет вот этого вот. С одного побега вот так. Поняли? Так и тут. Однин рассказал троим. Трое девятерым. Девять двадцать семь. Редактор субтитров А.Семкин